Особое мнение на 101FM В сфере общественных объединений Поддержки предпринимательства Уход с поста президента Вятской торгово-промышленной палаты Николая Липатникова На смену ему придет Вице-президент Андрей Юсенко Были в студии и Николай Михайлович И Андрей Леонидович на прошлой неделе Андрей Леонидович сказал, что будет совмещать Работу в общественной палате И в Вятской торгово-промышленной палате Николай Михайлович сказал, что не собирается Совсем отходить от дел То есть продолжит в таком, видимо, комфортном Для себя режиме И исполнять обязанности советника Губернатора И в палате тоже работать Это насколько Плохая новость для Кирова? Или хорошая новость? Не знаю Как оцениваете? Постановка вопроса Ну, спасибо, Аня Плохая или хорошая? Ну, что сказать Обоих я Значит, этих людей Или Патникова И Усенко я знаю Лично знаю И По-человечески Ничего плохого, как бы, сказать не могу Значит Это заранее, как бы, оговариваю Чтобы у нас Потом, если вдруг я что-то скажу Как бы по делу Чтобы никто потом не обижался А то бывает, знаете, по делу Там человека, там, критикнешь, так сказать А он, значит, потом на тебя полгода обижается Ну, Николай Михайлович давно собирался Я был в курсе, что он Ну, давно собирался уходить Ну, он говорил, что два года назад еще хотел это сделать Да, да, да Ну, и слава Богу Слава Богу, что он нашел, как бы, в себе силы И может заняться, как бы, самим собой Прежде всего В этой ситуации Значит Вы возраст имеете в виду, да? Что, ну, уже как-то Да, приходит время, когда возраст или не возраст Человек должен заняться самим собой И здоровьем И своим Духовным, так сказать Ну, духовной своей, так сказать, сферой Может быть, книги пописать Там, ну, оставшееся, так сказать В жизни появившееся свободное время Там, посвятить, там, внукам Ну, и так далее, и так далее Чуть больше времени на себя тратить Да, да, да Ну, чуть больше или все время Я думаю, что надо Там какое-то уже оставшееся там время Освободившееся от работы Уже тратить на более полезные вещи Связанные лично с собой Вот То, что он там будет советником губернатор Я думаю, что губернатору сейчас никакие советники не нужны Потому что та коллегия советников, которая у него есть Она, в принципе, как таковая Ну, насколько я знаю, от советников, которые есть губернатора Как бы Потому что мы в Кирове общаемся там между собой Они ему не особо нужны Они не сильно востребованы Вот, поэтому тут он Ну, я думаю, что он тоже сильно иллюзий там особенных Не питает Ну, сказал, что да Вот поработает там советником губернатора Ну, может быть, ситуация изменится И вдруг, в связи с тем, что Николай Михайлович Освободил большое количество там времени В связи с тем, что ушел с этого поста Губернатор решит, что там его потенциал надо использовать Ну, пока еще не ушел То есть там до марта еще все остается Как прежде Поэтому тут я думаю, что ему как бы сильно ничего Особенно с этой точки зрения не светит Ну, просто потому что структура взаимоотношений такая То есть то, как строит управление, так сказать, губернатор Ну, вот это вот такое управление Там сильно больших там советчиков Обсуждений там и так далее Ну, по крайней мере, вот у этого губернатора И в этом правительстве там сильно не нужны, так сказать В основном нужны общественные объединения Которые там так или иначе В конечном итоге одобряют Или тихо помалкивают Я-то как раз вас хотела спросить вот о чем Все-таки Вязкая торгово-промышленная палата Относительно каких-то вот, ну, там Инициатив в том числе, да Довольно громко высказывается И публичные, и в этой студии в том числе Ну, да Вот, и вот смотрите Николай Липатников все-таки человек Который в этой сфере работает там не один десяток лет Да, мы считали С 93-го года это 27 лет получается То есть это человек, которому в городе однозначно прислушиваются И вот он пост президента оставляет Не будет ли проблемы у Вязской торгово-промышленной палаты С тем, что меньше будут прислушиваться к ней? Ну, чтобы там не питать никаких иллюзий Последнее время и так меньше прислушивались Не только к Вязской торгово-промышленной палате А с приходом нового губернатора К мнению торгово-промышленной палаты Прислушивались гораздо меньше, чем это было При Билхе и при Шаклее Поэтому тут, ну, как бы по этому поводу Питать иллюзий там сильно не будем Значит, что касается, так сказать Раз уже фамилия Усынка прозвучала Значит, тоже очень умный Там логически умеющий мыслить Правильно построить предложение Там подвешенный язык Там и так далее, и так далее Много положительных сторон, так сказать У Андрея Леонидовича есть Ну, про него можно как бы Вот я определяю его как бюрократ от общественности Скажем там Он уже практически состоявшийся бюрократ от общественности Потому что вот те предложения Которые он дальше обсуждает И только под нажимом там признает Например, там, да Значит, после там Возмущений там признает Что, ну, вообще-то повышать налоги Там в нынешней ситуации Это там Но мы обсуждаем вопрос не о том Что вообще целесообразно или не целесообразно Сейчас повышать налоги Там А мы обсуждаем А как повысить, так сказать Ну, может быть, не сразу до 2% повысим А там первый год там 1%, а второй год там 2% Я имею в виду там Я поняла Мы имеем в виду там налог на имущество А то, что, например, выразить там Точку зрения там торгово-промышленной палаты Что не надо этого делать Не надо Потому что это бьет Это бьет по карманам Не только предпринимателей Это бьет по карманам и просто жителей Которые там предпринимать Я понимаю, да Что это вещи взаимосвязаны В этих условиях Когда там 6-й год подряд Там падают доходы населения Там и так далее, и так далее Когда у нас закрывается Значит, бизнес на территории Там, ну, я имею в виду малый бизнес И микробизнес на территории области Когда этот бизнес по факту был у людей У многих людей единственным источником существования Там больших миллионов Не зарабатывали Да Тем не менее, так сказать В этой ситуации там дальнейшее повышение налогов И это поддерживается Там одобряется По факту Там молчаливо Там одобряется Общественными организациями Подождите Я все-таки вот в защиту общественных организаций Хочу сказать следующее Если вы считаете, что Именно общественные организации Нужно защищать То пожалуйста Нет, подождите Подождите Вы просто сказали Что вот Вятская торгово-промышленная палата Ну, одобряет Пусть там с оговорками Да, что не надо так сильно повышать Одобряет повышение налогов Да А если она не одобрит Вы думаете, не примут? Я думаю, что примут Но любое одобрение Дает легитимность Понимаете? Легитимности в таких решениях Должно быть мало Чтобы тот же там Бакин Когда рассматривает вопрос На законодательном собрании Не говорил, что У нам поступил отзыв От торгово-промышленной палаты И от других общественных организаций Что в целом-то Они не против повышения Но только его надо сделать Более плавным Понимаете? Не надо придавать легитимность Таким решениям Чем бы оно не обосновывалось Понимаете? А дальше Даже если Мы понимаем, что у нас сейчас Такая структура Политической системы Что неодобрение Общественной организации Не влечет для правящей партии Практически ничего Практически ничего Но и это сделали мы сами То есть общественные организации Что для них это не влечет ничего Потому что Вот это вот Ну как это сказать Сидение на двух стульях То есть сначала я как бы Руководитель общественной организации Или наоборот Я руководитель общественной организации Но сначала я член единой России И вот то, что правящая партия как бы решила А что правящая партия решила? Она решила, что Слушайте Мы все деньги-то забираем в Москву Какие вы тут зарабатываете Все налоги там Ну по большей части там Да Зарабатываем в Москву Ну а потом в зависимости от вашего поведения Значит И от процента голосов на выборах И от процента голосов Мы вам их будем давать В принципе Сама конструкция неправильная И в эту конструкцию Понимаете Можно ведь Как вы говорите Да, если от этого ничего не зависит Можно и дальше вписываться Как бы в эту систему Но мы видим, что эта система Все больше и больше ухудшает Ухудшает жизнь людей Ну вот смотрите, правила для игры Азиз Алич, я понимаю, о чем вы говорите Правила игры Они вот сейчас такие, какие есть И можно либо там сопротивляться им активно И деятельно, да И встать в позицию такую Что вот нет Это вообще как бы не с нами Вот вы не с нами Вы против нас И против там предпринимателей Или попытаться договориться Как созревают условия И выцегонить какие-то, не знаю, льготы И прочее Окей, окей Ведь что делают нищие Когда ходят, просят у вас Они тоже принимают ваши правила игры Значит, ведь правила игры Меняются когда Когда они не соответствуют Сегодняшним реалиям Вот эти правила, которые установлены Они сегодня не соответствуют реалиям Они не дают развития стране Вы же видите И они тоже видят Я же не говорю, что Липатников или Усенко Не видят эти правила игры Что они сегодня не соответствуют Условиям развития стран Они тоже видят Я их слишком уважаю Что сказать, что они не видят Наоборот, они видят это все Но правила игры меняются тогда Когда ты начинаешь говорить Что, слушай Ну, устарели уже правила-то Надо бы их обновить Хотя бы ради того Чтобы нам не ухудшать положение Страны и людей И много ли таких смелых Найдется в стране и в Кировской области? Я считаю, что достаточно Пяти процентов смелых таких людей Потому что все остальные В основном не занимаются Изменениями правил игры Ази Сагаев В нашей студии Директор аудиторской консультационной Компании Бизнес Информ Нам нужно прерваться на 30 секунд И мы вернемся Особое мнение На 101FM Достаточно пяти процентов Настоящих буйных Да? Да И жить будем лучше Чтобы правила игры менялись Говорит Ази Сагаев Я, честно говоря, в этом не уверена Я вашего оптимизма не разделяю Хотя, может, это не оптимизм Вовсе пессимизм Ну Если вы уж Мой оптимизм Который Как бы Очень-очень сдержанно Не разделяете Ну Тогда не знаю Что вы думаете О будущем страны Понятно Ну Я честно Вот Ази Салевич Не вижу пока Как бы Никаких предпосылок К тому Чтобы Не только в Кировской области Но и в регионах Находились люди И в общественные объединения Там И какие-то иные объединения Людей Которые готовы были бы Противостоять Там Предпринимаемым Каким-то изменениям И шагам Понимаете Не создаются условия Это вот У нас все копируется Сверху А создавать-то Как не создаются условия Для того Чтобы появились новые Реальные кандидаты В президенты Которые реально могут Конкурировать за пост Президента Сдаются условия Вот сейчас мы видим Что никаких условий Не созданы для того Чтобы там Пост премьера Страны там Занял Действительно человек Который понимает Что такое развивать Там страну Да То есть Знает человек Который знает Что такое контролировать Значит Изымать там Последние деньги Там У предпринимателей Там Или не последние деньги Но как бы Как повышать налоги Как их Значит Увеличивать их собираемость При том что там Например Экономика может стагнировать А рост там Налогов может составлять Там 35% Что означает Изъятие денег Из экономики По факту Также не создаются Там Как не создаются Условия конкурентные Для того чтобы там Пришел реально Знающий Как развивать Там такие Социально-экономические Системы Как области Город Люди Там управлять Там Там регионами И городами Крупными Там И средними Там Так что не создаются Сегодня условия Для того чтобы Пришли даже Хотя бы на руководство Общественными Организациями Люди На конкурентной Основе Люди которые Меньше Заражены Вирусом Бюрократии А больше Все таки Так сказать В них Предпринимательский Стержень Понимаете Развивает Страну Не бюрократ Не человек Который Как бы умеет Правильно говорить Строить предложение Как правильно Делить там Деньги Или как правильно Повышать налоги А человек Который знает Как построить Систему так Чтобы система Могла Развиваться И приносить Ну Достаточно Больше доходов Всем членам Нашего Чтобы она росла Конечно Чтобы она росла Поэтому Ну Да Я Практически Так Думаю Про Андрея Леонидовича Понятно Да Он Наверное Поддержит Как бы Палату С точки зрения Понимания Вот Взаимоотношений Системы Там Мостики наведет Да Мостики там Наводить И так далее И так далее Но что палата Станет инструментом Развития Ну Такого Достаточно Серьезного Развития Нет Палата будет Также решать Какие-то Вопросы Которые препятствуют Там Существованию Бизнеса По железным Дорогам Ну Очевидные Ну Слишком Очевидные Как бы Проблемы Которые Даже не на развитие Как бы А Которые Убивают Бизнес Вот такие Когда уж Совсем Очевидные Гасить пожар Гасить пожар Спасибо им за это Реально Гасит Но там Резко выступить Против Например Маркировки Товаров Которые Сегодня Вообще Ни к чему Но одна Региональная Палата Не решит Ничего Это должны Объединиться Все региональные А кто должен С другими Региональными Палатами Начинать Работать Кто должен Повышать Свой голос Ну что Мы сидим Ждем Когда Другие Региональные Ну давайте Свой голос Давайте Звонить Другие Палаты И поездим Туда Чтобы Хотя бы Несколько Палат В округе Поддержали Чтобы Это стало Заметным А то у нас Происходит Практически Во всех Общественных Вот что Сверху Сказали Какую линию Будем Придерживаться Не пикните Слишком Договороспособный Слишком Чрезвычайно То есть Надо быть Я не говорю Что не надо быть Договороспособным Это было бы Неправильно Хотя Может быть Ко мне Это больше Относится Что я В меньшей Мере Договороспособный Там условно Говоря Но Нужно Иногда Не быть Договороспособным Для того Чтобы Что-то Продвигалось Вы понимаете Что в конфликте Мнений Рождаются Правильные Пути А когда конфликта Нет То есть Зачем Маркировать Например Которые Сейчас Предлагаются И двигаются Например Автошины У нас Что Автошины Можно в гаражах Производить Не знаю Вот Зачем Их Маркировать Вот Какой Смысл Маркировки Автошин Например Или Сейчас Там Маркировка Будет Молочных Пакетов А зачем Тогда Система Меркурия За которую Люди Заплатили Которые Обещали Что именно Эта Система Будет Контролировать Целая Передача Была посвящена В том числе Качество Товара Надзора Будет Делать так Чтобы не было Фальсификата И так далее Зачем То есть Оказывается Значит Кто-то Зарабатывает На системе Меркурий На системе Меркурий А кто-то Зарабатывает На системе Ну мы знаем Кто зарабатывает То есть Имена Как бы Знаем Они Многократно Объявлены Только не мы Не люди Не народ То есть Это деньги Все уходят В частные Карманы В определенные Частные карманы Хорошо Слушайте Вот давайте Сразу же Тогда Про конфликт Завтра Буквально Вероятнее всего Будет озвучена Эта информация Обещали нам Что будет сказано Во вторник 28 числа Окончательное решение С 1 февраля В Кирове Должен быть Повышен Тариф на проезд В общественном транспорте Значит В прошлый понедельник Этот вопрос Обсуждался На заседании Общественного совета При региональной службе По тарифам Обсуждается С прошлого года Еще Да В русском и в Бахте От этого хорошо Но перевозчики Несут убытки Перевозчики Просили повысить Стоимость проезда Там тариф От 30 до 40 рублей Называлась Значит сумма РСТ Говорит О 26 рублях Какая окончательно Будет названа сумма Пока непонятно Вот Вот он конфликт Пожалуйста То есть С одной стороны Есть бизнес Кто перевозчики Вы мне скажите Кто Вы про кого говорите Я про муниципальные АТП Про государственные И про частников Ну я про частников Не слышал Чтобы вот прямо Именно частные Перевозчики Которых Так или иначе Стараются там Задвинуть И не пустить На этот рынок Перевозок Особенно стараются Так сказать Люди Которые вчера Говорили о конкуренции На этом рынке А сегодня Значит Говорят о том Что этих частных Незаконных Перевозчиков Надо там Убрать У нас такая Ситуация В том числе Некоторые представители Общественных организаций Начинают там В комиссиях Так сказать Заталкивать эти Мысли непонятно Куда так сказать Да И Давайте сделаем Сначала рынок Конкурентным Без всяких Вот ограничений По поводу того Что кто может И потом будем говорить Надо повышать Или не надо повышать Значит Ситуация Прежде всего Вопрос задавать Надо вот Ну первый Вопрос Который я задал Что есть Ограничения Для людей Которые хотят Заняться Перевозками И эти ограничения Не оправданы Практически ничем Обычно у нас Ну вы знаете Да Один из великих Сказал что Кто готов Ради безопасности Так сказать Пожертвовать Своей свободой Тот не достоин Ни безопасности Ни свободы Значит У нас Ради безопасности Как бы Типа пассажиров Там ограничивают Там частных Перевозчиков Хотя это только Повод Да Это первый вопрос А второй вопрос Окей Будет больше Люди будут На перевозке Тратить больше А вы им реально Повысили Их доходы Вы создали условия Для того чтобы люди Стали получать Больше Слушайте Ну об этом То вообще Речь не идет А как тогда Можно Идут разговоры О том чтобы Хотя бы Качество услуги Повысить Которые будут Стоить дороже Даже на это Денег не хватит Ань Вот в этом ошибка Причем системная ошибка И регионального Правительства И вот Общественных организаций В том числе Торгово-промышленные Палаты Что очень часто Очень часто Одобряются решения Или принимаются решения Без учета Факторов Которые повлияют На дальнейшую Судьбу Той же экономики Ну окей Эти люди будут Платить больше За транспорт Значит они будут Меньше платить Куда? В магазине Например Значит что дальше Будет Дальше Это же все Цепочка Она срабатывает Я понимаю Раз не растут доходы Может человек Сначала Ваше повышение Выдержать Вот если он Может ваше повышение Выдержать Вот вы посчитали Сели То тогда давайте Думать будем Как Иначе Другая ситуация Значит мы должны Рассматривать Вот вы изымаете У людей Больше свой Региональный Так сказать Бюджет Который уже Свои Они считают Своим Вот у меня Так сказать Меня даже Обвинили в том Что я не понимаю Что такое там Бюджет И государственные Финансы Там Некоторые Товарищи Да Они уже считают Этот бюджет Своим И вот они Собирают Этот бюджет Тогда давайте Из своего бюджета Компенсируйте Вашим государственным Муниципальным предприятием Значит если он уже ваш А не наш бюджет И не трогайте людей У которых денег Кто ездит-то На общественном транспорте На общественном транспорте Ездят люди У которых По факту Нет денег На машину На приобретение автомобиля А тот общественный транспорт Который там У нас есть Вы сначала Сделаете График движения Четким Чтобы все было вовремя Чтобы было чисто Красиво И так далее И так далее А потом тратьте деньги На другое Вот мы сделали Умную остановку Я поняла Такая пауза Да Зависла Умная остановка Я стою на этой Умной остановке Автобус не приходит Или приходит Такой автобус Лучше бы он не приходил Понимаете Вот Вот о чем речь Поэтому когда вы Меня спрашиваете Что тут вот Такие перевозчики Сякие там Нет я не говорила Ну такие сякие как раз Ну хорошие перевозчики Ну ладно Не важно Перевозчики Хотят РСТ РСТ что хочешь примет Вот то что они принимают Последнее время По тем или иным Они пожалуйста Им там скажут Они примут Поэтому И во многих случаях Общественные советы При таких вот органах Органах исполнительной власти Они выполняют функцию Декоративную Практически декоративную Вот во многих случаях Редкий член общественного совета Реально может встать и возразить Ну насколько я знаю Потому что документы Обычно по рассматриваемым вопросам Выдаются только на заседании Там советуют Что к ним подготовиться нельзя И Ваше мнение Ну в лучшем случае скажут Окей мы зафиксировали Мы вас услышали Да будем смотреть Как это можно применить Мы вас услышали Азиз Агаев В нашей студии Мы сейчас делаем Перерыв на рекламу Полторы минуты вернемся У нас еще несколько тем впереди Особое мнение На 101FM Особое мнение Азиз Агаева Сегодня мы слушаем И следующий вопрос Повестки Да И нефективная работа Муниципальных предприятий На прошлой неделе Тоже на комиссии Гордумы Поднимался этот вопрос Собственно говоря Много у нас Муниципальных предприятий В статусе МУПа Есть статус Акционерного общества Ну как бы От этого не меняется Собственно говоря Там собственник Работает неэффективно Магазин Детский мир Горэлектросеть Что-то еще называлось Непонятная история С центральным рынком Где сначала был назначен Один директор Потом этот директор Ушел Теперь уже в администрацию Теперь назначен Новый директор Контрольно-счетная палата Выясняет Что еще при старых директорах Центральный рынок Потратил Какие-то безумные деньги На корпоративы Да какие уж безумные Сего-то на всего 350 тысяч Ну как Слушайте 350 тысяч Денег Которые могли быть Потратены На что-то другое Вот Кто-то тут ездит Значит на служебные Тойоте По каким-то личным делам Что происходит Вообще непонятно То есть Детский мир В ремонт вложили Огромное количество денег Да И до сих пор Там еще С долгами По кредитам Не расплатились Продать теперь Получается Мы Не можем Это Муниципальные Предприятия Вот Эффективно Оно не работает Почему А почему не работают Городские Ну вот смотрите Городские Предприятия Или бюджетные Предприятия Вот смотрите Любое Муниципальное Государственное Предприятие С моей точки зрения Не имеют право На существование Если оно Выполняет Какую-то Общественно Значимую Функцию Вот какую Общественно Значимую Функцию Выполняет Детский мир Я не знаю Но это Детский магазин Наверное Детских магазинов Полно Так И в них Ассортимент И цены Во многих Так сказать Гораздо лучше Представлены Но я же не буду Называть Чтобы никого Не рекламировать Пожалуйста Идите Покупайте Никаких проблем С этим нет Зачем Или там Гостиница Вятка Какую Общественно Значимую Функцию Выполняет Гостиница Вятка Но по-моему Гостиница Вятка Особо претензий Не было Да какая разница Есть к ней Претензии Или нет Претензий Какую Выполняет Общественно Значимую Функцию А что Вы предлагаете Я предлагаю Срочно Продать Срочно Продать Не надо Придавать Этому Политический Смысл Надо Как бы Хоп Нету Общественно Значимых Целей Задач Перед Предприятием Эти предприятия Продать Чем их Меньше Будет Муниципальной Государственной Собственности Тем Проще Будет Контролировать И тем Проще Будет Найти Туда Действительно Реально Эффективного И Что не менее Важно Очень Порядочного Топ Менеджера Это уже Бизнес Будет Делать Тот Который Купит Я имею Ввиду На Оставшееся Время Действительно Вот у Бизнеса Будет Это Помещение Детского Мира Например Или гостиница Вятка И дальше Делай ты Что хочешь Хочешь Зарабатывай Прибыль Хочешь Не зарабатывай Прибыль Мы должны Оставить У себя Только То Что Непосредственно Влияет На Жизнь И Не Создавать Ничего Такого Супер Нового Если Это Реально Нет В этом Никакой Особо Большой Необходимости То есть Муниципальные Предприятия Городские И государственные Должны быть В управлении Или в собственности По минимуму По минимуму Только по минимуму Там где Значит Есть социальная Нагрузка Есть социальная Нагрузка И эту нагрузку Бизнес не готов Нести Вот Конечно Можем сейчас Сказать Хотя есть Бизнес Иногда готов Кучи нагрузок Нести Пожалуйста Детские сады Мы с вами Видим Что есть Частные Детские сады Есть И прекрасно Работают И открываются И распутка Грибы После дождя Значит Зарабатывают Значит Зарабатывают Значит Вы еще Создайте им Условия Вы бабки Которые Отпускаете На Государственные Учреждения Которые Очень часто Неэффективно Расходуются Потому что Мы с вами Читаем Что В течение года Детям Ни фрукты Ни овощи Ничего На еду Не давали И Как с этим Разбираться Когда Родитель В частном Детском саду Почему Вы моему Ребенку Не дали И даже Претензии Можно Предъявить Условно говоря Этому И Пожалуйста Вы скажите Что Например Содержание Ребенка Стоит Сегодня Значит В государственном Детском саду Там 13-15 тысяч В месяц В месяц Вы скажите Ну все Окей Мы даем 13-15 тысяч Это же тоже Вот эти 13-15 тысяч Если вы переходите В частный детский сад Мы вам отдаем Эти 13-15 тысяч И все И проблема решается То есть Оставлять нужно Только Понятно Что я в некоторых Случах упрощаю Любое упрощение Решается путем Решения Технических Противоречий Ну кто знает Теорию решения Изобретательских Задачи Понимают О чем я говорю И все проблемы Решаются Такого рода То есть Нужно оставить По минимуму Только то Что реально Мы не можем И бизнес Не берет И не делает То есть Что-то Что бизнесу Не будет интереснее Но ведь это Приведет к тому Что уменьшится Количество Как бы Помягче выразиться Количество людей Которые К бюджету Я поняла Которые зарплату Получают Давайте так скажем Да Так скажем В том числе Количество контролирующих Вот как бы Эти муниципальные И государственные Предприятия И в том числе Непосредственно Вот этих топов Которые там сидят Потому что Не каждого топа Частный бизнес Возьмет Азиса Леич Это вот мы сейчас С вами Рисуем картину При которой Появятся люди Оставшиеся без работы И соответственно Они не смогут Вкладывать свои деньги В экономику И в развитие экономики Кировской области Потому что им не на что Будет в магазинах покупать Так они забирают Из нашего кармана И точно так же Опустошают Причем Неэффективно Опустошают Наши карманы Для того чтобы Выплатить им Заработную плату Ну окей Так устройте всех Тогда Людей На Заработные платы Такие Из бюджета Из бюджета И тогда Экономика Будет процветать И заживем Да И заживем Все будут вовремя Получать зарплату Тогда вы уже Что-то об утопе Тогда ну что Все нефтяные и газовые доходы Что ли людям отдать Это уж такие Я была бы не против Между прочим Очень революционные Вы бы не отказались Конечно нет Ну понятно Я думаю что никто бы не отказался Пишите в Кремль Хорошо Ладно Я вот хотела вас Еще о чем спросить Тема это такая Не очень понятная Честно говоря Появилась она Около двух недель назад Была объявлена Инсайдерская информация О том что якобы Илья Шульгин Глава администрации города Уходит со своего поста И говорилось Что чуть ли не вопрос В ближайших дней Это все Но собственно говоря С той поры Даже преемники назывались С той поры Все затихло На этой неделе Заседание городской думы В среду И если это внезапно Не свалится Да То вопрос У нас даже послание Путин проводит Так что все Неожиданно получают Такие результаты Ну а почему не скопировать Президенту Я вас хотела спросить Почему это Это утка такая Это давление на человека Это действительно Человек не справляется И есть у непонятных Каких-то сил Желаний его убрать Смотрите Мое отношение К Шульгину Вы знаете Я неоднократно Как бы его Высказывал Озвучивал Озвучивал И ну очень коротко Как бы скажу Что для меня Шульгин Человек Который Ну не может справиться С управлением Такой социально-экономической Системой Как город Потому что Ну он не способен И б У него нет опыта И на самом деле Он пока плохо справляется Вот Не получается И к сожалению Над ним Как бы Ну если можно Это условно назвать Над ним Так сказать Есть там Глава Председатель там Думы Глава города Елена Васильевна Уважаемая мною Елена Васильевна Которая тоже Плохо справляется С этой работой Потому что Тоже плохо У которой тоже Нет опыта Не было опыта И недостаточно Способности для управления Для того чтобы Хотя бы подсказывать Шульгину там Или чтобы установить С ним такие отношения Чтобы можно было Как бы говорить Слушай вот так вот Надо вот так вот А мы еще и не знаем Есть ли там Такие отношения Когда можно подсказывать А не приказывать И не указывать Понятно Если нету таких отношений Значит это На самом деле Контрпродуктивно Как бы Это непродуктивные Как бы отношения И Поэтому Ну Не справляется Не справляется Другое дело Это вот в чем Что ведь Следующего-то Изберут По такой же системе Как и Шульгина Не справляющегося Ну конечно Без опыта Да конечно Вот фамилии Называются А зачем А зачем Менять-то тогда Ну надо своих людей Поставить Потому что город Или народное Недовольство Надо загасить Ну сказать что Ну вы же знаете Там анекдот Про три пакета Как бы Да конечно Пришло время Видимо Трех пакетов Потому что Три конверта Больше известно так Три конверта Ну три конверта Пришло время Потому что Да и придет Вот новый человек Как бы Да ну вот Придет новый человек Но вся проблема В том что Новый человек Он тоже не имеет То есть мы не ищем Человека с опытом Туда То есть туда Ищет Там региональное Правительство Человека Который свой Удобный Удобный свой Будет делать то Что ему скажут А не будет защищать Интересы горожан Вот я так думаю Вот мое мнение Такое Потому что По факту Я пока вижу Именно только Такие подходы При подборе кадров Все Можем переходить На следующий Хорошо У нас не так Много времени Остается К сожалению Да Я хотела Азиза Альич Попросить вас Еще прокомментировать Все таки Социальные И политические Изменения На российском уровне Да Собственно говоря На этой же неделе В Кирове Будет Большое такое Мероприятие Обещают Приезд Федерального Министра Да Это заседание Рабочей группы Госсовета Образования Много чего будет Собственно В пятницу Анонсировали На пресс-завтраке И на пресс-завтраке Уже Озвучили сумму В которую Оценили затрату На одну из инициатив Озвученных Владимиром Путиным А именно Питание Школьников С первого по четвертый класс Собственно Вот это Бесплатное питание Школьников Обойдется В 1 миллиард 300 миллионов рублей Такую сумму Нужно в год тратить Чтобы исполнить Предложение президента Сделанное во время Послания Федеральному собранию Горячим обедом История вообще Отличная Со всеми социальными Инициативами Но только все Что я вижу сейчас И все что я слышу От наших экспертов Это то что Пока нет Никакого понимания А все таки Кто будет платить За банкет И в каких пропорциях Окей Позволю себе Немножко акцентировать Ваши мнения У меня есть ощущение Что если бы Собирался платить За все Федеральный бюджет Это было бы уже озвучено Вот акцентирую Ваше внимание На другом аспекте Потом вернусь Хорошо Три минуты у нас Азиз Алиевич Смотрите Почему возникла Необходимость Обеспечивать Горячим питанием Школьников Потому что родители Не могут это сделать Правильно Потому что Бедность шагает Широко по стране А И вместо того Чтобы создать условия Чтобы родители Зарабатывали достаточно Чтобы их дети Могли позволить себе Есть достаточно Нам Нам Великий царь Подает Значит Или кто там Или там Значит Совет бояр Подает определенное количество Значит Денег О Нате вам Не голодайте Вот хотя бы пусть завтраки Возьмите рыбу Да А ужин Может Надо обед И ужин Тоже тогда Детям Ведь они Бедные Родители Денег Нет Вы не даете Им зарабатывать Вот этот аспект Надо обдумывать Почему так происходит В стране Что люди Вместо того Чтобы думать Как сделать Чтобы у людей Было больше денег Они занимаются Вот Потому что Эти люди Не способны Видимо Сделать так Чтобы мы Наши люди Наши граждане Зарабатывали больше Теперь Что касается Этих Миллиардов На самом деле По сравнению с тем Сколько денег есть В бюджетах Разных уровней Это ерунда Это 1,3 миллиарда Понятно Что если отдадут И заставят Искать эти деньги В региональном бюджете Мы получим Ту ситуацию В которую Когда-то Никита попал Майские указы Мы имеем Майские указы Когда ему сказали Выполнять Значит И он пошел в банки И потом Следующий за ним Губернатор Начал говорить о том Что вот до чего Довел региональные финансы Значит Предыдущие И не один Никита Пошел в банки А я тут как бы Эффективный менеджер А все руководители Всех регионов Да-да-да Вот сейчас Возвращаю эти деньги И чтобы их вернуть И чтобы нас не лишили Финансирования Мы должны еще больше Залезть в карман Рядовых жителей Кировской области С налогом на имущество И еще там Других там Налогом на транспорт Еще другими налогами Поэтому То что не озвучили Это очень странно Потому что региональном бюджете Если я правильно понимаю Нет Там говорилось о том Что федеральный бюджет Что-то там на себя возьмет Но вот так Чтобы было четко сказано По каждому конкретному пункту Нормативных актов Таких нет Ну ждем Ждем Если не будет Ну интересно мне будет Как в этой ситуации Регионы будут укручиваться Я бы вместо Васильева Убежал бы сразу Понятно В этой ситуации Потому что придет Ведь следующий губернатор А-а-а Три конверта Да Три конверта Хорошо Азиз Агаев Директор аудиторской Консультационной компании Бизнес Информ Был в нашей студии С особым мнением Я прошу прощения Вот мы посмеялись А на самом деле Грустно конечно Да ладно И плакать хочется Программа особой мнения Все хорошо Завершается Спасибо Азиза Ильича До свидания Особое мнение На 101FM